И слышно самое главное, да? Все хорошо? Отлично. Итак, техника философии Эрнста Юнгера и Мартина Хайдегера. Дело в том, что, вот как мы уже сейчас, минут пять назад проговорили, мы сегодня находимся в состоянии, в котором, по сути, находился Эрнст Юнгер после двух мировых войн. В состоянии, когда мы смотрим в будущее и не видим того, что там находится. Это состояние он назвал перед стеной времени. И она была связана с несколькими, появление этой самой стены времени было связано с несколькими факторами. Во-первых, это, конечно же, разочарование во всех ценностях, которые были до двух мировых войн. Потом это очень большое засилие технологий, как это видел, собственно, сам Юнгер. И тем, что для Юнгера, как он это сам обозначил, в мир стали входить новые внеисторические силы, силы мифа. И об этом всем я, вот когда думал об этой лекции, думал, что сегодня происходит примерно то же самое. Точнее, эти процессы, они продолжаются. Истина времени, она перед нами находится точно так же, как тогда перед Юнгером. Просто она стала намного более плотнее для нас. И мы теперь ее видим точно так же, как прозревала тогда в будущем Юнгер. Сама критика техники для европейской мысли, она в принципе не новая. И в предыдущие века, например, в 12 веке, можно увидеть такую историю, когда на одном из соборов, которые были сделаны по случаю становления нового папы Иннокентия II, вышло отдельное решение, которое запрещало, например, использование слишком большого количества арбалетов крестьянами, арбалетов и луков. Потому что они не давали возможности дворянам убивать людей и делать себе какую-то карьеру в этой самой дворянской среде. То есть зарабатывать себе поместье и так далее. Это считалось нечестным с точки зрения дворянской чести быть убитым от технологии, от арбалета. Потому что они чаще всего принадлежали крестьянам и простолюдинам. А умереть от простолюдина значило умереть бесчестно. И потому были ограничения в плане использования именно этой технологии. Также, например, можно в европейской истории узнать такую интересную историю, что были протесты против использования туалетов и вообще унитазов. Потому что, собственно, в Библии написано, что нужно определенным образом даже ходить в туалет. И использование технологии такой, как канализация, унитаз воспринималось как грех. Но с начала промышленной революции и введения этого механизма на заводы главная линия, по которой стали атаковать технику, это проблема автоматизации. Луддиты, которые нападали и разрушали все механизмы на заводах и станки, они говорили, что как раз-таки вот эти самые механизмы автоматизируют не просто процесс производства, но автоматизируют их самих. И раз они не нужны как тела, то эти тела рабочие, они нужны как тела, то и они будут выброшены на улицы и будут страдать в бедности. Но, как мы знаем в истории, ничего такого в принципе не произошло. Люди в основном, собственно, просто переходили в новые классификации, получали новые знания и оставались целыми, точнее целыми в плане субъекта экономической деятельности. И потому ближе к концу 19 века, когда люди поняли, что в принципе технологии ничего такого плохого с собой не ведут, стало появляться наоборот движение, которое встречает технологии как что-то полезное, что-то великое, что-то, что человек смог сделать более крупное, чем он сам. Даже более крупное, чем цивилизация. Некий новый способ творить, некий новый способ думать. Конечно, некий новый способ просто существовать. И вот этот вот авангардный технооптимизм, оптимизм футуристов, оптимизм просто всего авангардизма в плане технологий выливался в то, что и вся жизнь должна была быть подчинена этим самым технологиям. То есть жизнь должна быть такой же быстрой, и жизнь должна быть такой же ритмичной, точной и, что самое главное, вычисленной, как и сама технология. Любое государство, любое общество должно и может быть, и обязано даже быть подчинено некому способу планирования, некому способу точного исчисления каких-то данных или просто ресурсов, чтобы туда себя переводили. И вот эта скорость рождала и определенное настроение тоже в обществе, например, вот постоянная авангардная смена жанров, постоянные авангардные смены каких-то даже способов как-то высказываться в жизни. Например, мы знаем использование термина авангард, оно такое очень просто зонтичное. И вот если почитать дневники каких-нибудь, можно сказать, кураторов того времени, начала 20 века, то можем узнать, что как только приходил какой-то новый человек с своим новым жанром искусства, жанром живописи и так далее, делалось там 2-3 буквально произведения, оно тут же менялось на новое, которое уже отрицало этот самый старый, ни на кому не нужный жанр искусства, и так появлялось новое. Там 2-3 дня максимум держался какой-нибудь изм в искусстве. И, конечно, все приветствовали и саму технологию, и, соответственно, войну тоже, потому что представление о войне было тогда все еще старым, а действия и призывы к ней были, соответственно, частью вот этой новой технологической идеологии. И вот Маринетти писал в своей автокатастрофе и в своих манифестах, что хорошо, когда вот эта технология разрывает тело, хорошо, когда мужчина выходит на поле боя, сражаясь вместе с пушками, вместе с вот этими технологиями, которые грохочут, и мы слышим вот этот звон, этот грохот титанов, который обрушивается на все поле боя, и не видно ни людей, ни машины, а видно единое тело. которое пронзает не только место, где оно находится, но само время, как пушка, которая выстрелила в воздух. И были даже многие интересные факты, которые подтверждали вот это слияние между машиной и человеком. Например, в Японии, ну, в русско-японской войне, была такая интересная практика, они собирали трупы своих, ну, своих погибших солдат, перемалывали их кости и делали из них снаряды для пушек. Таким образом, японцы стреляли костями своих погибших солдат, в русских солдатах. И вот эта вся подчиненность техники, она вылилась конкретно в Первую мировую войну, когда мир услышал выстрел по Францу Фердинанду и сорвался с своих мест, чтобы воевать друг с другом. И воевал он, конечно же, с помощью технологий. У кого больше пушки, кто может быстрее придумать пулемет, какие танки, кто с кем выставит, какая новая формула у оружия, так, чтобы оно быстрее стреляло, быстрее перезаряжалось, больше могла вместить чего-нибудь, патрон, например, дольше продержаться в грязи и так далее. Все это необходимо было постоянно увеличивать, постоянно думать над этим и участвовать в этом самая наука. И вот что главное, что приносит Первая мировая война в понимание того, как должна проходиться война и как должна устроена быть жизнь в государстве. Для того, чтобы производить все эти приблуды технологические, оружие, танки и какие-нибудь, ну, даже просто, например, каску придумать более крутую, необходимо производство. А для того, чтобы организовать производство правильно, необходимо все, что есть в государстве, починить одному плану, починить одной главной какой-нибудь институции или кабинету, который бы планировал бы все действия в государстве. Так появляются, вот, например, централизованные ЖД, железные дороги, также появляются централизованные почты. В то же время, например, становится популярным переводить часы на зимнее и летнее время для того, чтобы экономить с вещей, а экономия – это, собственно, больше производства всяких военных штук. И вот тогда люди действительно понимают, что, оказывается, вот это состояние государства, оно наиболее эффективное, но наиболее эффективное в войну. И, вернувшись, когда война закончилась, люди, во-первых, не хотят больше воевать, но при этом они хотят, чтобы их государство продолжало быть таким успешным и быть тем, что мы видели, буквально пару лет назад, для того времени, пару лет назад, в Первую мировую войну, а именно, что государство кипит, государство производит, государство чувствует единение. Все работают на благо друг друга, по сути. И что в этот момент, какая фигура в этот момент получает свое развитие? Точнее, фигура, которую больше всего уважают в государстве. Это фигура рабочего. Рабочий, наемный рабочий, разницы нет, они все работают на заводе, по большей части. То есть, такие, которые рабочие, там были наемные и работали где-то вне завода, такие было исчезающее меньшинство. А вот рабочие на заводе становятся фигурой наиболее важной, потому что они работают непосредственно не только с техникой, но и по сути работают с обеспечением всего государства. И вот появившиеся после Первой мировой режимы коммунистические, там, нацистские, фашистские и так далее, они все, по сути, восхваляли рабочего, потому что все помнят, какую именно роль сыграл рабочий в Первой мировой войне, ключевую роль. И потому вот то воздыхание, которое было перед СССР, даже с учетом всех технированностей, которые тогда уже были видны, это был некий такой рай для того технологического мышления. Теперь есть целая страна, построенная рабочими, для рабочих и прорабочих. И вот в таком мире вот этот промежутки собственно и жили Хайдеггер и Юнгер. И вот можно немножко сейчас о них рассказать. Сначала расскажу про Эрнста Юнгера немного. Как видите, он прожил очень долгую жизнь, родился в 1895 и умер в 1998 году. Чистокровный немец. Что из наиболее интересного можно рассказать его биографии? У него биография в принципе вся интересная. Даже можно прочитать его биографию в принципе. Это отдельный его экспириенс по его философии и так далее. Например, участие в Первой мировой войне на Западном фронте, которые он описал в своих дневниках «Стальные грозы», они ценились, что интересно, как милитаристами, так и пацифистами после Первой мировой войны. То есть он так описал войну, что она зашла как-то и пацифистам, и милитаристам. Далее, после войны в 1921-1923 годах он стал офицером в рейхсфере и работал над новым руководством по подготовке пехоты. В это же время он читает Шпенглера и исследовал мир демонологии, необычные возможности пехоты и предполагается, что еще также он изучал новые возможности, которые дает использование психоактивных веществ. Скорее всего на себе. С 21-го, ну не скорее всего, а так и есть, с 21-го по 25-й год в Лейпциге он уже изучает зоологию и слушает философию у Крюгера. Также он вел переписку и с Хайдегером и с Адольфом Гитлером. То есть он искренне был увлечен идеями национального социализма и даже готовилась встреча с Гитлером, которая в последний момент просто отменилась из-за начала войны. Во время Второй мировой войны он в основном занимался бумажной работой, просто однажды съездил на Кавказ, где проверял мораль бойцов Третьего рейха. И после Второй мировой войны он живет жизнью писателя, путешествует и пишет до самой смерти. Что касается Мартина Хайдегера, то он прожил жизнь немного поменьше на 10 лет. И из интересного можно сказать, что он прожил по сути жизнь ученого, который в 1909 году поступает на теологический факультет Праборского университета. В 2011 он переходит на философский факультет, заканчивает его в 2015 году, защищает две диссертации учения осуждения в психологизме и учения Бунса Скотта о категориях и значениях. Вот когда начинается Первая мировая война, интересно, что он был призван в армию, но из-за проблем со здоровьем, а именно у него была проблема с сердцем и неврастения, был признан ограниченно годным, и из-за того он на фронте не был, но был в тылу как ополченец ландштурмист. В 1933 году после того, как нацисты пришли власти, Хайдегер нагостнуется ректором Параворского университета. Кстати, вот его знаменитая речь по поводу вступления в эту самую роль, она до сих пор пропадается в университетах как та, которая должна заводить разговор о роли современного университета. Нам вот ее в бакалавриате давали эту самую речь читать. Он также произносит речи, направленные на интеграцию университета в нацистское государство и активно пользуется нацистской риторикой. Он до самого окончания Второй мировой войны остается членом Сдаб и так же, что интересно, в 1938 году он не приходит на похороны своего учителя Гуссереля. Вот. Ну и собственно, после Второй мировой войны он живет в некоторой опале, но продолжает быть известным философом, просто тому, которому запретили в большей степени делать свои дела, перепечататься или преподавать. Потому что нацист. Это на самом деле такая традиция, просто все, кто были нацистами, даже если не искренне, их запрещали им публиковаться и работать. Вот, с Карлом Шмидтом то же самое. И Юнгер попал, да. Вот. И с Карлом Шмидтом то же самое. Да, ему запретили просто вообще и работать, и публиковаться. Ужас. Вот я, кстати, хочу немножко поправить насчет его симпатии, который какие-то, насколько я знаю, у него в раннем периоде в Кеймерской республике будет симпатия. Как политику нового типа. У кого? У Юнгера. А, у Юнгера, да. Но потом он, конечно, передумал. Он открестился. Да, да. Где-то он буквально там промежутил. Да, но у него была ставка на это, да. Где-то, может, так, он критиковал, стал, что Гитлер не слишком радикален. Там был, потому что такой случай в Кеймерской республике, не помню, как. Народно-христианская партия, по-моему, называлась, она провела теракцию чисто символически. Жертв не было. Гитлер, вот, насколько я помню, назначил выкуп, вознаграждение, если организатор этой теракции будет создан властям. У Юнгера как раз порадет Гитлера в своей статье. Это еще уверенно, когда он был национал-бучевист претензий. Все верно, да. Но мы сегодня касаемся, собственно, те вопросы о технике его. Итак, есть у Юнгера два направления, которые у него можно выделить в вопросе техники. Это направления эссеистские, то есть те, которые написаны публицистическим, философским языком, и направления художественные, то есть направления, которые, вопрос, который освещается в его художественных произведениях. В художественных произведениях основных, где он раскрывает полностью свои вопросы, свой взгляд, точнее, на этот вопрос, я вот показал на экране. Это Гелиополь, это стеклянные пчелы и Эвмисфиль. Вот Гелиополь и стеклянные пчелы можно у нас здесь купить, в Читай-городе они продаются, а Эвмисфиль я не знаю, где его взять. Вот. Касательно эссе. У него есть ранние работы, то есть это работы 30-х годов рабочие гештальты господства, это работа о боли и это работа тотальной мобилизации. Вот. Все они по сути являются одна комментарием к другой в вопросах о том, какая роль рабочего в государстве, какая роль техники и что необходимо сделать для того, чтобы ту проблематику, которую тогда видел Юнгер в технике, преодолеть, и что с этим можно сделать. Итак, вот его философские, начнем с философских воззрений социалистского направления, его философские воззрения на технику были встроены в тенденцию европейской критики западных мыслителей того времени так или иначе критиковать эту самую технику. Было в особенности два направления. Это так называемый героический реализм и экологическое мышление. То есть либо мы полностью эмбрейсим, то есть встречаем, хвалим технику, либо наоборот задумаемся о чем-то экологичном и думаем в плане того, а как нам жить в гармонии с природой и что такое вообще в принципе природа. И вот, например, они также представлены в двух общих направлениях. Это тенденция к консервативной критике культуры, среди которых, например, такие деятели, как Людвиг Клабес и Вальтер Раттенау и возвращение критики технической цивилизации и уже постановка напрямую вопроса о технике, о связи техники и природы после Второй мировой войны. Собственно, меня как раз так представляют Йонгер и Хайдегер. И вот, начнем с такого произведения, как рабочий господство и гештальт. Стоит сначала упомянуть о том, откуда берется термин гештальт и на чем он основывается, когда вводит именно этот самый термин. он основывается на нескольких положениях, и в основном это философия Освальда Шпенглера. Освальд Шпенглера был такой немецкий философ, один из тех, который пытался сделать обширное философское высказывание по поводу всей, например, истории Европы, способа ее развития и так далее. и он делил вот всю способ производства каких-то артефактов на две части. Вот есть у него разделение на культуру и на цивилизацию. Культура это вот например какие-нибудь писатели, ну то есть то, что производят какие-то вечные ценности, да, это писатели, это музыканты, композиторы, архитекторы, то есть и так далее, да, то есть режиссеры, деятели культуры, деятели философии, деятели вот всего того, что создает идеи. И в этом он, Шпенглер видел силу собственно немцев. Немцы, да, производят Гёте, Баха, Гёльдерлина и так далее. И цивилизация. Цивилизация это уже то, что создает что-то утилитарное, полезное. Дороги, больницы, банки, почту, правила поведения за едой. Вот что-то такое полезное, повседневное. И в этом видел силу французов. Французы могли делать очень хорошие там законы, например, но очень плохую культуру. У них была хорошая цивилизация, но плохая культура. У немцев наоборот. Очень хорошая культура Гёте, Гёдерлин, да, но плохая цивилизация. Дороги, значит, у них тоже были такие проблематичные. И Юнгер, вот он задался вопросом, а куда отнести технологии? Вот технологии на заводах, они к чему принадлежат? К культуре или цивилизации? И он отвечает на вопрос, по сути, сам. Происходит следующее, он отвечает на вопрос сам. Культура и цивилизация смешиваются в технологии, точнее, с помощью технологии они объединяются и создают нечто такое, что больше, чем вот эти части, то есть появляется целое, которое больше, чем составляющие ее части. И вот то, с помощью чего это все создается, создается этот третий огромный гештальт, это и есть рабочий. То есть рабочий это то, тот тип человека, ну вот есть, например, понятие какого-то типа в идеологии какой-то политической, то есть, например, есть индивид, есть представитель какой-то расы, есть человек, который ну вот например, в Германии был бюргер, тип человека бюргер, а вот рабочий это Это такой тип человека, который создает вот этот самый более большой элемент, включающий в себя и культуру, и цивилизацию вместе. Таким образом, представляете, какую вообще штуку пытается создать рабочий. Он пытается создать такую же красоту, которую делает германская культура, и при этом такую же полезность, которую производит французская цивилизация. Вот именно это и есть то, что для Юнгера является рабочим. Рабочий создает этот самый большой гештальт и достигает с помощью него уже полного контроля и над землей, и над политикой, и над экономикой, выходя за их рамки, и также за рамки социальных, политических иерархий. И он мыслится, рабочий, это гештальт рабочего, мыслится как стержень этой новой иерархии, где уже есть не ценности Бюргера, не ценности индивида либерального, а ценности героя, героя, который вершит судьбу цивилизации. И вот воздвигаемый на месте разрушенных ценностей бюргерской Европы, бюргерской, точнее, эпохи после Первой мировой войны, появляются героические ценности рабочего. Вот. Это вот что касается этого самого гештальта, рабочего гештальта. Остальные две, два эссе, которые я назвал, они, собственно, просто комментируют друг друга, говоря, например, каким образом рабочий может это сделать. Например, это боль, которая переходит в состояние нового человека, с помощью которого человек очищается и становится самым героическим и так далее. Тотальная мобилизация говорит как раз таки о том, что вот то, как было в Первую мировую войну, то есть то, как было во времена, когда все работали на благо всего производства, вот тогда было хорошо. Вот такого бы почаще, грубо говоря. Да. И что дальше? В следующем он пишет эссе, которое называется «Через линию», где он уже не видит. Ну, через линию, да, это, по сути, его откат, точнее, отказ от той оптимистичности, которую он дал рабочему в своих вот этих вот эссе ранних. Теперь он пишет более пессимистичные, теперь это когда, после Второй мировой войны, теперь он пишет более пессимистичные эссе, где уже очень осторожно и не так рьяно восхваляет технику и того, что должно с ней произойти, и того, что должно произойти с человеком. А что происходит после войны для него? Дело в том, что он видит, как все ценности, на которых он воспитан, после Второй мировой войны стали пропадать. Стали пропадать идеалы героя, стали пропадать идеалы науки, стали пропадать идеалы даже самой техники, того, что мы теперь не как авангардисты или футуристы любим технику, мы теперь, скорее, к ней относимся, ну, просто как к инструменту, а не как к цели. Вот. И вот он и ставился вопрос, как преодолеть вот эту линию нигилизма. И вот его эссе как раз-таки через линию, где он поставил вопрос о возможности преодоления линии нигилизма. И как выжить в ситуации, когда, в принципе, все ценности пропадают. И мы только что говорили о том, что вот ранее в тотальной мобилизации, в рабочем, там появлялась новая героическая иерархия, где есть теперь ценности становления нового мира. И также, например, он думал, что вот в технических сражениях, которые были при Первой мировой войне, происходит то же самое. Вот теперь тот, у кого больше героизма, тот, кто способен преодолеть некую свою человеческую сущность и станет новым лидером нового мира. Или, например, то же самое мы видим, например, в плановой экономике России. Когда мы смотрим на СССР глазами немца, то мы видим такую же большую фабрику, которую он недавно только восхвалял. И потому вот эта фабрика представляется ему огромным титаном, который точно так же продолжает участвовать. Это буквально продолжение, восплощение, точнее, идей тотальной мобилизации Юнгера. И таким образом, вот этот, значит, проект СССР, он изначале, в 1932 году, когда были написаны ранее его произведения, представлялся достаточно положительным проектом. А вот сейчас, уже после Второй мировой войны, когда он видит, что вот в этом принципе тотальной мобилизации есть что-то вроде вот этого конкретного и оконченного, уже ограненного нигилизма. То есть мы теперь непонятно за что воюем и продолжаем воевать. Черт и пойми, за что? Немцы, да? Так о себе думали. И все это оформлялось в его время в оконченный общественный порядок. То есть теперь вот этот самый нигилизм, отсутствие всяких ценностей и полная самозбродица становилась чем-то вроде общественной нормы. Нельзя было иметь какие-то сильные политические, общественные, религиозные и так далее взгляды. И с одной стороны, можно, конечно, сказать, что он подтверждает то, что было сказано в рабочем, но при этом он не допускает, что мир уже стал такой большой мастерской, а стал при этом чем-то иным, может быть, большой пушкой. А с другой стороны, он вполне допускает, что нигилизм фактически может гармонировать с порядком, установленных в больших масштабах. Это цитата. И когда достигается нужной степени пустоты, рабочий, как функционер технического мира, начинает ее организовывать, доводя опустошение до предела. И вот этот самый предел и вот этот самый процесс опустошения не дает возможности заглянуть дальше, заглянуть в будущее. И то, как рабочий обслуживает машины, то, как рабочий работает с технологиями, в этом он видит некоторую проблему, где уже невозможно уследить, а куда в принципе уходит технология, что дальше будет. И в этом он как раз видит стену времени. Стена времени заключается в том, что технология стала как бы обслуживать саму себя посредством вот этих вот самых людей, которые окружают ее. И в самом эссе у стены времени он уже мыслит рабочего как планетарного, то есть как некую идею целой планеты, где такие национальные и прочие термины национальных государств, такие как свобода, война, мир, государство и право, больше не способны удовлетворять этот самый технический мир. Они больше не могут адекватно оценить ситуацию, в которой оказывается любой из людей, любой из государств и так далее. И потому появляются такие наднациональные образования, как ООН, как НАТО и как ЕС. И что дальше происходит? Что он видит, что, точнее, что происходит? Наука, естественно, наука, уже не может адекватно тоже оценить, что может произойти дальше. Не может предугадать. И потому появляется мода на какую-то антинаучность, появляется мода на астрологию. И это все так же начинает еще связываться с тем, что раз мы не можем использовать науку для того, чтобы как-то использовать природу, то получается и мы сами как-то не можем влиять. Получается, что ни на что. Получается, что наши знания, наши действия, они бессмысленны и они бессильны. Это чувство бессилия, которое окутывает всех в это время, точно так же становится частью идей, которые в Германии после мировой войны распространяются. Далее. Что он пишет в произведении «У стены времени»? Электронная и ядерная техника демонстрируют качественное отличие от паровой техники. И хотя песнь «машина» получает все более тонкую инструментовку, процесс все равно сводится к исчерпанию природы и расширению пустыни. Как мы понимаем, пустыня здесь поднимается не только в плане того, что ландшафт, где ничего нет, но и в негалитическом плане. Теперь вместе с технологиями для Юнгера расширяется и вот это отсутствие всяких идей. Мы начинаем делать технику ради того, чтобы просто делать технику, как будто бы по инерции. Но на самом деле, дальше он говорит, почему это все происходит. Это все является идеей самой Земли, Земли с большой буквы. То есть что он говорит в «Стене времени»? Что вот этот вот рабочий, гештальт рабочего, теперь появляется как телургический гештальт. То есть он позволяет описывать прогрессирующее опустошение мира техникой и регистрировать исчезновение старых символов перед наступлением нового глобального порядка. Таким образом, наблюдаются все новые и новые фигуры и события, которые не вписываются в исторические рамки. Для Юнгера история сама была изобретением человека. Какой-то момент она просто появилась. То есть это на самом деле так и есть. И в момент, когда появилась история, также появилось и оформилось понимание того, что такое мифическое время, когда есть некая такая темная ночь, куда заглянуть достаточно страшно и по сути невозможно. И здесь он как раз говорит о Геродоте. Геродот смотрел в прошлое и видел вот эту самую тьму, где человека по сути не было, и были вот только вот эти вот всякие титаны, боги и прочее. Сейчас мы находимся в такой же ситуации, но мы смотрим вперед в будущее и видим то же самое, что видел Геродот, когда описывал прошлое. И что это значит? Описываемый таким образом мировоззренческий кризис объясняется распадом специфической интерпретации модели. То есть теперь ни одна модель, ни научная, ни какая-нибудь инженерная, ни модель искусств, никакая из этих не может адекватно описать мир. И из этого понимания истории, как истории человечества, как раз таки и исходит. То, что в мир начинают просачиваться всякие мифические фигуры. Теперь мы не воспринимаем, точнее нет, теперь мы как раз таки воспринимаем вот эту самую историю, как историю человечества. Но из-за того, что мы ее именно так воспринимаем, мифологемы, к которым мы привыкли, воспринимаются немножко по-другому. То есть, например, стала пониматься любая из катастроф как следствием действий человека. Экологическая катастрофа следствием действия человека. Любая другая катастрофа, которая приведет к исчезновению человеческого рода, тоже результат действий человека. А вот мифологические элементы какие-нибудь вроде сюжетов, как, например, Великий потоп, гибель Содома и Гаморы и разрушение Великой Вавионской башни, теперь она воспринимается как те места, где вершится суд. Нас наказали за то, что мы делали какие-то действия, которые привели вот к этому самому суду. И во времена Юнгера человек, который таким образом думает, оказывается неким заложником, заложником технологических катастроф. Он предчувствует эту самую катастрофу. Она вот-вот приближается. И это им дает, по сути, возможности для просвещения или для рационального мышления что-либо предпринять. Именно поэтому начинают появляться всякие популярности астрологии и какие-нибудь эзотерические движения и так далее. И в этот момент Юнгер предлагает свое собственное понимание истории для того, чтобы понять, чем отличается историческое от мифологической модели. Он говорит, что история работает как пульсация. И теперь, в данный момент времени, время сжимается обратно в миф. И теперь для того, чтобы нам каким-то образом вернуть наше собственное право на политическое действие, необходимо действовать в отношении тех самых мифических фигур. Нам нужно бороться не с государством, но с Львиафаном. Нам нужно вспомнить не то, как была революция, вот эта, великая французская, но нам нужно вспомнить революцию в ее истинном смысле. В том же смысле, в каком, например, револьв используется в условии револьвер. Вот это верчение и то, что в конце концов все приходит на свои места. То есть, если революция в новом плане, после великой французской, воспринимается как тотальная смена всего в государстве и даже смена государства, то в истинном ее, то есть в прошлом смысле, революция понималась как процесс, при котором все возвращается на свои места. И что сам по этому поводу пишет Юнгер? Нам нужно заарканить наш технически абстрактный мир, становящийся все более независимым от человека и не способный к самограничению и самокоррекции. Тут возникает потребность в метаисторических критериях. И внутри метаисторического поворота есть такие, открывается, точнее, перспектива нового начала. И вот это самое новое начало будет момент, когда мы перейдем через вот эту самую стену времени. Стену, когда мы уже сможем точно сказать, куда мы движемся, о чем мы можем думать и к чему придем. Но как тогда думать в сегодняшнее время? И Юнгер говорит о том, что мы должны думать, что сейчас, в данный момент, Земля покрывает себя титанами, как раз такими же, какими Зевс с его друзьями и родственниками загнали в подземлю. То есть техника, вот эти пушки и любая другая техника, начиная от заводов, заканчивая нашими гаджетами, телефонами, ноутбуками, наушниками, это все вот эти самые хтонические титаны, которые вырываются сейчас на Землю и захватывают саму эту территорию Земли, планеты, постоянно окутывая ее новым и новым слоем технологий, таким образом превращая Землю в свое собственное обитание и вытесняя нас. А мы при этом еще и стараемся ее, ну, эту технику обслужить. И вот когда появятся новые Зевсы, когда появятся новые боги, которые загонят обратно титанов под землю, вот тогда, тогда мы действительно преодолеем то, что дала нам история, что нам выпрыгнула в природу, сама Земля. Но что мы, например, можем делать, как вот индивиды сегодня, например, сейчас, что рекомендует Юнгер? Он говорит о пути одиночки и постоянного какому-то одновременно отрешенности и выстраивания отношений к повседневному миру. Как раз таки вот тема, которая начинает или точнее даже продолжает в уходе в лес, очень хорошо подходит под это. Но также он в этом же сочинении говорит, что каким образом нужно подходить к технологиям. Вот, например, какой же может пример привести? Ну вот нас в городе поставили год назад поставили самокаты электронные. И прежде чем их использовать или не использовать, необходимо спросить себя, а чем эти самокаты были хуже или лучше там обычных самокатов? Или, например, чем этот электронный самокат хуже и лучше, чем мои ноги? И таким образом для нас вот эти всякие критерии, которые будут представлять за и против, в конце концов нам дадут наше собственное отношение конкретно этой технологии. И возможно для нас даже использование какой-то новой технологии будет хуже, потому что критерии, которые мне, например, нравились в предыдущей технологии или ее отсутствие, меня больше удовлетворяют, чем те, которые есть в этой самой технологии. Вот такое вот решение для Юнгера, от Юнгера точнее. Касательно же художественной критики. Я остановлюсь на произведении «Стеклянные пчелы», потому что это произведение, как мне кажется, впитывает себя и Гелиополь, и Эвмисвиль, просто с точки зрения одного человека и то, как его история рассказана там. Сюжет этой книги разделен по сути на три истории. Это детство главного героя, это его обучение в кадетство, кадетском контракт-корпусе и участие в Первой мировой войне, а также во Второй мировой, где он стал уже инженером, который регулирует технологические какие-то дела. И послевоенная история, где он ищет работу и устраивается там на каком-то заводе на завод к какому-то предпринимателю, который что-то вроде местного Илона Маска, он придумывает там различные технологические штуки, которые до этого просто никогда мир не видел и делает мир много лучше, веселее и так далее. Есть два момента, которые показывают отношение Юнгера к технике в этом произведении. Во-первых, это раньше до Второй мировой войны это открытая нелюбовь к технике. То есть он видел, как живое тело разрывается от железа, от того, что приходит на смену этому самому живому телу. Например, когда лошадь застревает в железной проволоке и становится неактуальным, теперь становятся актуальными танки. А танков всегда как-то воняет каким-то маслом, там душно, невозможно дышать. И вот это чувство такого неприветствия со стороны техники сопровождает вот эту часть книги. Первая часть говорит, точнее, часть, которая про детство, она говорит о том, что насилие, которое выразилось во Первой мировой войне, уже содержалось в том, как вели себя люди до этой самой Первой мировой войны. И по сути здесь есть комментарий просто тому, что инструмент, который послужил выходу на вот это самое действие, которым обернулась вся Европа, война, теперь это был просто инструмент. Но самое интересное, конечно же, в третьем, где у этого главного героя появляется друг Неолудит. И однажды на какой-то попойке этот друг, он постоянно наргетировал своих друзей до того, чтобы перестать использовать технику. Однажды он просто выбрасывается в окно. И этот главный герой замечает, что когда он выбросился в окно, на секунду он посмотрел назад. И он видел в глазах, что он скучает по тому месту, откуда он выпрыгнул. И для Юнгера вот этот момент, момент застревания в воздухе означает собственное нахождение истории, человечества, Европы в моменте, когда непонятно. Мы вроде как и отказываемся от прошлого, вот этой ужасной Первой мировой войны, и при этом со всей душой летим вперед в историю. Но мы как-то постоянно скучаем о том месте, откуда мы выпрыгнули. Мы хотим вернуться и в войну, и в тотальную мобилизацию, и еще куда-то. В конце концов, вернуться в рай. Но уже этого сделать, конечно же, нельзя, а впереди нас ждет не вот это какое-то будущее, а нас ждет земля, в которой мы разобьемся и умрем. И для Юнгера, как мы уже знаем из его эссе, история представляет собой не полет вперед, а падение вниз, которое мы воспринимаем просто как движение вперед. Вот так оптимистично говорит Эрн Стингера об истории. Так, мы перейдем тогда к Хайдегеру. Продолжение следует... но здесь претензии в чем что ингер не знал как работает атомный реактор или в том что ну да да это вот как раз таки мысль юнгера собственно нужно знать как использовать просто конечном итоге наш тоже техник в каком смысле использует но я думаю что когда он говорил что вот это сменилось на электронную ядерную просто том что добавили новый элемент да вот этот вот ядерный элемент добавили так далее в этом смысле же ну не метод производства новая просто что есть новое новый тип энергии до а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И тотальное засилие технологиями... Оно не про то, что появляются в принципе новые, а о том, что она так встраивается в жизнь, что в какой-то момент непонятно, где находится собственно субъект, а где объект. И выстраивание собственного отношения как раз-таки нужно для того, чтобы оставить себе роль человека в этой всей истории. Да, поэтому он не любил СССР за ту идеологию, которая в нем была. Да, Хайдеггер. Вот касательно Хайдеггера, например, здесь очень сложно говорить о каком-то отдельном вопросе в его философии, не раскрывая всю философию целиком. Но поэтому некоторые небольшие, очень краткие, очень грубые и так далее введения необходимо сделать. Например, для Хайдеггера есть две трактовки того, что такое техника. Это либо техника как инструмент, то есть это средство достижения цели, и техника как человеческая деятельность, то есть антропологическая. И для него эти два понимания техники связаны. Затем для Хайдеггера существуют два понятия, как бы это высказать, два понятия способа применения какой-то вещи. Мы можем относиться к вещи как к подручной вещи, а можем относиться как к наличной. Подручная вещь – это вещь, которая для нас используется как… просто как некая функция. И когда мы ее используем, мы с этой вещью, и для того, для чего ей нужна эта самая вещь, становимся по сути одним предметом. Так, например, используя молоток, мы не задумываемся о том, что такое молоток, мы просто забиваем с помощью него гвоздь. В этот момент, когда мы забиваем с помощью молотка гвоздь, я, молоток, гвоздь, доска, становятся одним предметом, который работает и производит какой-то результат в конце концов. Ну, точно так же, как, например, организм и так далее. А вот наличное, наличное – это когда мы закончили работать с молотком, смотрим на этот сам молоток и думаем, а что это такое? Из чего он устроен? Чего он нужен? И так далее. И в этот момент молоток для нас пропадает как функция забивания гвоздя, и он открывается для нас как предмет, который мы сейчас изучаем, с деревянной ручкой, с металлическим набалдажником. И как тот, который мы должны сейчас исследовать. Собственно, он уже для нас не представляет ту самую пользу, которую представлял молоток, когда мы забивали с помощью него гвоздь. Вот. И что, собственно, из этого следует? Вот что говорит, например, сам Хайдегер в произведении вопрос о технике. Это его сочинение, эссе. Ставить цели, создавать и использовать средства для их достижения, есть человеческая деятельность. К тому, что есть техника, относится и изготовление, и применение орудий, инструментов и машин. Относится и само изготовление, и применяемое. Относится потребности и цели, которым все это служит. Совокупность подобных орудий есть техника. Она сама есть некое орудие, то есть по-латински инструментум. То есть техника это для Хайдегера инструмент, но не только. То есть это и инструмент, и антропологическая деятельность, и при этом еще что-то большее. И поэтому, говорит он вообще, чтобы определить, что такое техника, поставить правильно вопрос о технике, это значит спросить ее о том, в чем сущность техники, спросить в чем природа техники. И Хайдегер отвечает, что сущность техники это постав. По-немецки это гештель. Не путайся с гештальтом, который был у Юнгера. И вот, как, например, выражается сам Хайдегер. На место того, чем когда-то видимое глазу мировое содержание вещей одаривало изнутри себя все быстрее, решительней и окончательной проталкивает себя предметно-технического господства над землей. Это господство не только формирует, наставляет все сущее в качестве изготовляемого, в скобках выставляемого, в процессе производства, но и заставляет продуктами производства весь рынок. Человечность человека и вечность вещей растворяются внутри этого победительного, устремленного к успеху производства, в скобках выставления, в рассчитанной рыночной стоимости. Рыночной стоимости рынка, который в качестве мирового рынка не только охватывает всю землю, но в качестве воли к валению торгуется в существе бытия и таким образом приводит все сущее к деятельности расчета господствующего всего порня там, где числа не нужны. Переведу на человеческий язык. Для Хайдегера постав — это такой процесс, который делает из всего рыночную цену. Собственно, техника становится товаром, человек становится товаром, все процессы, которые в этом участвуют, тоже становятся товаром. И сам товар, собственно, и его продажа тоже становится товаром. Но здесь не критика с точки зрения коммуниста, а критика с точки зрения того, что уже все, в принципе, можно посчитать, все, в принципе, можно так или иначе измерить, и уже не остается никакого пространства для поэтического восприятия. Теперь мы мыслим только инструментально, утилитарно и мыслим о мире так, чтобы можно было продать. То есть все наши действия, они каким-то образом уже отравлены тем, что мы об этом думаем так, как думали бы о какой-нибудь машине, какой-нибудь инструменте и о всем таком, о полезности. А полезность измеряется конкретно в деньгах. И вот этот процесс, постав, и есть то, для чего нужна, по сути, техника, то, в чем сущность техники. Технология, с которой мы постоянно работаем, это товар, который делает из нас тоже товар, исчисляемый элемент. Человек становится ресурсом, техническим материалом, который обслуживает эту самую технику. Вот что говорит Хайдеггер далее. Человек может, конечно, тем или иным способом представлять, описывать, производить те или иные вещи, но неподтаенностью, в которой показывает себя или ускоряет действия, человек не распоряжается. То есть теперь он еще и становится тем, кто не контролирует эти самые процессы. Теперь техника сама распоряжается с тем, кто, собственно, запустил эту самую технику. Рынок, например, так или иначе заставляет нас менять свои собственные действия. Техника заставляет нас менять свои собственные действия. Мы уже не можем с этим ничего поделать, и мы должны обслуживать не просто саму технику, но желание, которое нам эта техника поставляет. Теперь у нас нет такой, по сути, собственной воли. Теперь для нас есть только то, что нам приказала техника. И что же с этим можем сделать, например, мы сегодня? Что говорит Хайдеггер? Он говорит, что человек не может по своей воле перестать действовать и мыслить технично. или он не может отказаться от техники или ограничить ее, попытаться изменить технику, равна силе тому, чтобы попытаться изменить судьбу. Техника – это наша судьба. И использование техники так же поддержит ее, как и протест против нее. То есть, в момент, когда мы смотрим на мир таким вот образом, техничным, рациональным, как тем, который можно как-то использовать, подчинить, продать и так далее, тот момент для нас пропадает по сути мир и наша же свободная воля по отношению к этому миру. Но Хайдеггер не видит в этом проблему конкретно технологий, то есть конкретно парового двигателя, конкретно того, что в принципе люди стали использовать более сложные предметы для того, чтобы работать с землей и так далее. Нет. Главную проблему он видит здесь в христианстве. Именно христианство, христианский проект делает из земли, из планеты, из человеческого взгляда взгляд обезбоженный, взгляд, который направлен на то, чтобы все сакральное в принципе потерялось. Вот что Хайдеггер говорит. Наступал вечер, с тех пор, как единая троица, Геракл, Дионис и Христос покинули мир, вечер мировой эпохи клонится в ночи. Мировая ночь ширит свой мрак. Характерная особенность этой эпохи мира отсутствие Бога, зияние Бога. Тем не менее, познанное Гёльдерлином отсутствие Бога не оспаривает дальнейшее существование христианского отношения к Богу у отдельного лица и у церкви. Равно как не пренебрегает этим отношением. Отсутствие Бога означает, что больше один Бог не собирает вокруг себя зримо и бесспорно людей и вещи и не выстраивает из этого собрания мировую историю и человеческое в ней пребывание. Что это значит? Вот это вот господство рынка, техники, производства и есть, конечно же, наша судьба. И совершить поворот внутри вот этой судьбы смогут те, кто увидит в этом самом повороте собственную сущность. И вот кто может это сделать? Кто может осуществить этот самый поворот? Поворот внутри производства? Кто сильнее чувствует на себе в собственном бытии ужасающего этого бессмысленно сущего? В ком вообще уже просто нет ни человечности, ни сочувствия и на кого техника оказывает наибольшее влияние? И настолько, что он сам становится придатком машины. Кто вот этот человек, кто затронут рынком настолько, что сам становится товаром? И вот кто тот, кто есть техника и рынок? То есть тот, в ком и техника, и рынок достигает самосознания? Для Хайдеггера есть ответ, конечно же. Это пролетариат. То есть как пролетариат он является и придатком машины, и самосознающая машина, а как товар он становится рабочей силой. И получается, что пролетарий есть самосознающий себя товар. И вот он, я напоминаю, он был антихристианином и антикоммунистом, то есть он здесь не выдавал себя за то, что давайте мы устроим пролетарскую эволюцию. Нет. На самом деле, для того, чтобы совершить этот поворот, пролетарий рабочий должен увидеть в своей деятельности поэзию. Он должен теперь обращать внимание на то, какую красоту везут себе машины и творить не в смысле техне, а в смысле поэзиса, произведения того, как это понимали греки. То есть творить точно так же, как творили древние греки. Поэзия для грека не была разницы между тем, чтобы создать табуретку и создать поэтический стих. Это все было одно действие, поэзис. И потому, вот когда мы увидим заново поэзис в техне, и говоря на русском, на русском звучит более красивым, когда мы увидим в производстве произведения, вот именно тогда произойдет поворот, когда придет последний бог и начнется, конечно же, новое начало. Еще одно. И здесь вот он оставляет жирные три точки, говоря о том, что мы должны на это только надеяться, верить и ждать, что однажды вот такая пролетарская революция, все пролетарии станут поэтами, а все поэты станут пролетариями, и в конце концов мы с вами все окажемся в мире, где мы все освобождены от рабства техники, что мы все вернулись к миру, мы все в нем живем, и больше не выстраивается никакая дистанция между техникой, нами и миром. И вот на этом моменте собственно вопрос техники для Хайдеггера закрывается. Все. Да, если есть какие-то вопросы, замечания, предложения, пожалуйста. Да, да. можно у вас узнать, на ваш взгляд вы рассказывали про Хайдегера, вы рассказывали, что его взгляд на технологии таков, что человек должен задаться вопросом, да, с примером про самокат рассказать, насколько эффективно, насколько для меня лучше, и соответственно, как это происходит. Вот такой вопрос, да, в современном обществе мы перегружены кгнитивно перегружены информацией, потоками информации, в котором вот эта иллюзия бесконечности выбора нам очень тяжело принимать решения. И когда, скажем, машины, те же нейросети принимают за нас решения и поставляют скажем, на наэкфриксе рекомендации спотипа или какие-то сервисы, а когда они формируют наш спирят более машины, типа как Бог создал человека по образу самоподобие, мы создали машину, машину на нейросети обучили, да? А в ваш взгляд, это, ну, у вас, какой-нибудь взгляд оптимистичный или пессимистичный формирование наших вкусов, зрений и, так сказать, нашей реальности машины? Ну, имеется в виду ну, некоторая манипуляция, да? Да, 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 Ну, я считаю, что вот автоматизация и манипуляция они связаны таким образом, что автоматизация нужна для того, чтобы просто скрывать манипуляцию с мнением. Точно так же, как, например, автоматизация решает некоторые политические проблемы. Вот есть такой хороший пример, когда до того, как был, собственно, придуман, точнее не придуман, а введен, скажем, в какой-нибудь деревне трубопровод, водопровод, чтобы там был доступ к воде в каждом доме, необходимо было постоянно созывать в деревнях какой-то совет для того, чтобы выделять человека специального, который бы пошел, набрал там воду водонапорную башню, чтобы следил за всем этим и так далее. с получением водонапорной, с получением водопровода этот процесс весь политический, по сути, он решен автоматически, когда, в момент, когда вы открываете, значит, вот, ну, кран, да, на воде буквально. И то же самое с Нетфликсом. Когда мы, значит, смотрим наши рекомендации в Ютубе и так далее, здесь уже есть момент, что мы, используя технологию, согласились с тем, что нам все дальнейшие вот ее плюшки будут автоматически выданы. Ну, и таким образом я бы рассматривал на это так. Смотрел на это так. Каждый раз, когда я включаю Ютуб, я ставлю галочку на то, что да, я хочу, чтобы меня здесь программировали. Но вот мое отношение к этому, это никак нельзя поменять. И вот именно вот это выстраивание, оно и решает проблему вот этой манипуляции, выстраивание, собственно, отношения. То есть, на мой взгляд, это движение двухстороннее движение, будет двухстороннее движение, то есть, мы влияем на рекомендации, а рекомендации верят на нас. И мы с этим согласились. Ну, да, да. И для того, чтобы не согласиться с этим, нужно просто уехать жить в лес. Ну, да, да. Да, да. Да. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Не, ну в смысле, вот я захожу в YouTube, я выбираю, чтобы на меня все накидали, да. Что-что? А вот в том и дело, да, что нужно, узнавать и, ну вот как бы вот это вот выстраивание отношений гораздо таки, оно и часть этого, просто нужно больше узнавать об этом всем и думать, что, ну как, думать, как к этому относиться. То есть буквально вот вы, например, сейчас буквально выстраиваете свое отношение к этому всему по юнгеру. То есть вот узнаете, что там происходит, как оно там все страшно или не страшно, и значит выстраиваете к этому отношение, оставаясь при этом человеком. То есть вот так вот. Дети, которые детства будут в цифровую среду, формирование цифрового психологизма, то есть они в принципе не могут представлять мир без этого, без этого пузыря, так сказать. Это такая инкарксуляция происходит. И вообще терпеть вопросом заняться, для них другого мира просто нет. Ну то есть, грубо говоря, понятно, что это субъективное восприятие, можно на это по разному смотреть. В любом случае, это все равно речь о деньгах, как экономики, что то же самое, формирование у нас в бусах заточено на то, что мы купили тот продукт, который нам найдет идеально. Ну, грубо говоря, без денег не делается. Да, касательно среднего обывателя. Поэтому этот дискурс является героическим у юнгера, поэтому он и ставит человека, который может это сделать, одиночке, который противостоит. А когда мы говорим о среднем, он такого, конечно же, не будет делать, но ему и не нужно этого, в принципе, по юнгеру. Касательно детей, ну тут только собственное влияние, собственное воспитание. Так, еще вопросы или мы все? У нас время сколько? А можно наставить вопрос, да? Да, да. У меня тогда был вопрос про производство их произведения, как, скажем, о победительном техническом приборе к красоту. Я хотела спросить, о красоте идет речь, то есть это красота формы, красота содержания, красота воздействия, и отловы, и отловы, и отловы, и отловы, и отловы, и отловы, и отловы. То есть вот, что вы понимаете с красотой? Ну вот, да, и формы и содержания. То есть буквально увидеть красоту в механизме точно такую же, какую мы видим красоту в стихе. То есть точно так же, как мы оцениваем форму стиха, точно так же, как мы оцениваем содержание стиха, точно так же нужно рабочему оценить работу механизма и сам механизм. Ну, так, собственно, движение к туристу. Да, да. Нет, ну просто в этом смысле красоты может быть не как бы вещь с достаточно там любительной функцией. Ну, в которой я поспевал, вы говорили о войне, да? Ну да, я поэтому уточняю. Тут красота как бы в таком широком смысле, да? То есть как там объем поражения, который может унести там пола, это тоже, это настолько эффектно, что это прекрасно. Вполне или там какой-нибудь гигантский механизм, и какой-нибудь там переседливый инструмент. Конечно, я бы делал очень тесно связан с собой. Мы все равно как расходятся, и жмите, мы будем думать о том, что это больше преступлений, конечно. Ну, для Хайдегера это может быть все что угодно, в том числе и количество убитых жертв. Для него это второстепенная на самом деле проблема. То есть он критиковал концлагеряне за то, что там людей убивают, а за то, что там убивают с помощью машин. Вот это главная была его претензия к концлагерям. Но я думаю, что да, если ценности у нас все-таки более гуманистичные, то мы не увидим красоту в количестве убитых жертв, количество, число, которое будет расти. Ну, а мне в принципе кажется, что у монеты и технологии, как бы вещи такие несовместимые, есть какая-то определенная граница между ними? Нет, в то же время вопрос интеллектарности, да, промышленного дизайна, когда вещь устроена настолько просто и понятно, чтобы было удобно пользоваться этой вещью, да? Ну, если это пусто брать. Да, да. Ну, например… Это как айфон, да? Группа. Если берем его в руки и в принципе понимаем, как с ним взаимодействовать. Или там ноутбук и какие-то личные вещи. Если русская пара… Да, любая технология. Да, есть, например, даже самая телеграмма. Мне очень часто программисты говорят, что там вот очень красивые кадры шифрования. Вот то же самое, да, та же самая красота. Кадры шифрования красивые. Да, да. Та же самая технология, тот же самую видели красоту мы здесь. И оно не связано с количеством убитых. Вот. И да, здесь же открывается пространство для ценностей, в которых человек видит, собственно, эту красоту. Ведь и в стихе можно точно так же увидеть там какую-то разную красоту и форму, потому что есть такие-то социальные предпосылки и содержание по той же самой причине. То есть, да, она, возможно, будет темпорально, эта самая красота. Которую видит в машинах. В темпоральном смысле во времени где-то находится. Не вне истории, а наоборот в истории. Так, еще или все, заканчиваем? Да, ну хорошо тогда. Вот, оставляю вас этим, да. Спасибо. Спасибо.